Как вы оценили обороноспособность Азербайджана? Армия сегодня занята. Если взять в сравнениях, конечно, это не та армия, которая была в начале 90-х годов. Прошло ровно через 5 дней будет 20 лет с момента заключения перемирия сторонами о прекращении огня. За эти годы, конечно, сделано очень много, но, безусловно, есть серьезные проблемы, о которых мы периодически говорим и акцентируем внимание на эти проблемы. Конечно, это не боевые потери, есть неуставные взаимоотношения между военнослужащими. То, о чем мы неоднократно говорили и долгое время говорили о том, что в армии есть факты взятничества и коррупции. Слава Богу, что за последние несколько месяцев это было подтверждено со стороны правоохранительных органов Азербайджана. В частности, военная прокуратура представила документы и были арестованы должностные лица Министерства обороны. Это исполняющие обязанности начальника училища имени Гейдара Алиева в полконе Мирзали Юсифов, начальник штаба военно-морскими силами капитан 1-го ранга Юнис Мамедов. Он недавно был заключен под стражу командующий военно-морскими силами вице-адмирал Шагин Султанов, начальник продовольственной службы, начальник другой службы, а также командир дивизиона военно-морских сил, которые тоже обвиняются в злоупотреблении служебным положением. И если вот посмотреть на эти факты, эти факты говорят о том, что это только видимая часть айсберга. Есть еще более серьезные моменты, которые остаются вне поля зрения правоохранительных органов. Конечно, это наносит очень большой урон боеспособности армии. Почему? Потому что армия все-таки это тот организм, который для государства является надежной опорой в защите территориальной целостности и вообще суверенитета. Если имеются такие негативные явления, это, безусловно, сказывается и на боеспособности армии. Почему? Потому что, во-первых, у людей моральное состояние личного состава, безусловно, эти факты сказываются на моральное состояние личного состава. А также, значит, те негативные явления, конечно, подрывают, как говорится, основу вооруженных сил. А армия должна быть, как говорится, под пристальным вниманием и общественности, и должностных лиц. А также в армии, я считаю, что должны быть профессионалы, люди, которые чисты на руки, люди, у которых, конечно, совесть чиста в плане защиты своего отечества, если выразиться вот такими словами. Друзья, ребят, пару лет тому назад у нас были ликвидированы военкоматы, как структуры, была создана служба по мобилизации. Прошло достаточно немалое время, как бы вы оценили... Больше двух лет. Больше двух лет, да. Как бы вы оценили роль этой новой структуры? Негатива стало, скажем так, меньше, нарушений стало меньше или наоборот, их стало все больше? Ну, я вам скажу, что когда была создана, значит, эта организация по мобилизации и по воинскому призыву, я был одним из тех, который яро выступал против создания этой организации. Во-первых, не было необходимости в растранжировании государственных средств, создания какой-то новой организации, силовой структуры. Если не есть, а точнее были недостатки в деятельности военных комиссариатов, просто надо было, значит, сделать соответствующих выводов из тех негативных явлений, которые были в деятельности военных комиссариатов. То есть это факты поборничества, взятничества, это и многое другое. Если сейчас перечислить, то уйдет уйма времени. Но вы сами прекрасно знаете, что сегодня мы имеем просто отвратительную общую картину. Это организация, значит, которая создана в феврале два года тому назад. В этом году они, значит, получили ту, в кавычках, конечно, заслуженную оценку, которую им дал президент, верховный главнокомандующий. Это первая силовая структура, которая не была, значит, оценена должным образом со стороны руководства страны. То есть на этот раз им не было адресовано поздравительное, это самое письмо вообще, не были награждены ни один из сотрудников этой организации. Если водитель начальника этого хозяйства, генерал-лейтенанта Арзурагимова, Намик Джафаров, арестован, значит, и сегодня идет суд над ним по факту, значит, взятничества. Этот человек, значит, собрал со многих бывших военных комиссаров полмиллиона, значит, монатов с тем, что будет содействовать в назначении их соответствующей должности. Понятно, что у генерала обычно бывает проверенный водитель, обычно генералы доверяют свою жизнь своим порученцам или водителям. Если, значит, этот человек попался на этом факте, это говорит о том, что, значит, есть очень серьезные нюансы, на которые военная прокуратура обязана обратить внимание. За эти годы, за больше двух лет, эта организация не проводила ни одну мобилизационную работу, мероприятие. То есть, в случае начала каких-то экстренных событий в городе Баку, а город Баку – миллионный город, кто куда должен убывать, в какую воинскую часть, где люди должны находиться. То есть, на эти вопросы вообще за эти годы не были обращены никакого внимания. Это, конечно, лично меня очень серьезно беспокоит. И само название этой организации – Организация по мобилизации и воинскому призову. Вот я вам приведу один пример, что недавно была обнародована новая цифра. По апрелю месяца, вы знаете, что с 1 апреля по 30 апреля был произведен призыв в ряды вооруженных сил в армии. И представьте себе, только по линии Министерства обороны были возвращены более 171 призывника. То есть, это только по Министерству обороны. У нас же призыв проводится не только в ряды Министерства обороны. Есть и Государственная пограничная служба, внутренние войска, потом Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие структуры. Что я могу сказать? Конечно, эта структура абсолютно себя не оправдала. Эта структура с каждым днем еще больше доказывает свою неработоспособность. И я думаю, что если так будет продолжаться, наверное, руководству стране придется подумать о том, что вообще стоит ли держать эту такую большую структуру, куда уходят очень большие средства из государственного бюджета. Мы там держим нескольких генералов, нескольких военачальников, которые получают от государства очень большие, так скажем, заработные платы, но взамен, как говорится, нет реальной работы на виду. Узеби, а как бы вы оценили эффективность назначения министра в период независимости? Кто все-таки был лучше? Если вот посчитать министров, я могу начать с первого министра Валях Баршадлы, покойный, генерал Таджадин Мехтиев, потом Таир Алиев, Рагим Казьев, а потом Мамед Рафи Мамедов, потом Софер Абеев и сейчас Закир Гасанов. Конечно, то, что я сейчас скажу, это мое субъективное мнение об этих должностных лицах, но я считаю, что все-таки я просто не могу кого-то из них выделить в лучшую сторону, а кого-то в худшую. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас были более грамотные современные министры, чтобы они мыслили на уровне 21 века. Все-таки сейчас 21 век, где сейчас миром правят современные технологии и люди с современными, как говорится, мышлениями. К сожалению, у нас в Азербайджане нет военачальников, которые бы прошли школу НАТО. Там участвовали в некоторых мероприятиях НАТО, но это все-таки не уровень, допустим, той же турецкой армии или других армий развивающихся стран или стран НАТО. Конечно, нам Турция оказывает большую поддержку в становлении вооруженных сил, но одновременно я вам скажу, что у нас пока нет той дисциплины, которая сегодня есть, допустим, в турецкой армии. Нам могут возразить, что где есть работа, там есть и недостатки, есть проблемы, это и понятно. Но я сегодня еще раз хочу акцентировать внимание, что с назначением нового министра у нас еще больше усугубилась кадровая политика. То есть, вот посмотрите, сегодня в Азербайджан приезжает большая представительная делегация. Или недавно сюда приехала представительная делегация из Грузии в лице заместителями министра обороны. Представляете, заместитель министра обороны генерал Грузинской армии посещает военную академию, а там его встречает полковник-лейтенант Азербайджанской армии, который исполняет обязанности начальника академии. А что, у нас нет кадров, что ли? Или сегодня приезжает большая военная делегация из Хорватии, или приезжает представительная делегация из других стран. Я, насколько знаю, это всегда так было и в бытности СССР, и в других странах. Обычно находят нового кадра, снимают старого. То есть, чтобы это место не пустовало, учитывая то, что Азербайджан находится в состоянии войны. У нас сегодня пустуют уже больше, если не ошибаюсь, больше двух местов посткомандующего военно-морскими силами. У нас что, кадров нет? Просто есть. Ну, просто та чехарда, которая сегодня имеется в назначении кадров в Министерство обороны, гражданского призывает, ему сразу присваивают майора, призывают какого-то знакомого офицера запаса, тут же ему присваивают высокие воинские чины, тут же начальник центрального военного госпиталя, старший лейтенант запаса ТОФИК ТАГЕВ сегодня уже руководит профессорами или кандидатами медицинских наук, людьми, которые прошли и войну прошли, и можно сказать, что прошли, так скажем, тяжелую офицерскую судьбу. Но человека призвали из запаса, и сразу ему присвоили воинское звание майора, и он сегодня горе пополам руководит центральным военным клиническим госпиталем, Министерством обороны. Или, скажем, ближайший родственник министра обороны сегодня является начальником военно-врачебной комиссии Министерства обороны. Человек, который не имеет права, значит, ну так скажем, он из запаса призван, ему, значит, присвоили воинское звание майора, и тут же ему министр обороны выделил из государственных средств, значит, жилую площадь. Как это понять? Есть указ президента относительно того, что, значит, офицеры, которые прослужили более 20 лет, то есть безукоризнены, им должны выдаваться эти самые квартиры. А здесь я чей-то родственник или чей-то друг, мне сразу выделяют эти квартиры, мне создаются, так скажем, благоприятные условия в армии, такие вещи не должны быть. Есть многие нюансы, на которые я просто и раньше обращал внимание, я просто не хочу сейчас повторяться, и хотелось бы, чтобы все-таки руководство страны обратило внимание на эти недостатки. Эти недостатки нас могут привести к той плачевной ситуации, то, что мы наблюдали в вооруженных силах Украины, где вроде и из государственного бюджета выделялись большие средства на содержание украинской армии, а когда эти события начались, мы увидели, что с какими серьезными проблемами и трудностями столкнулись вооруженные силы Украины. А то, что сегодня, значит, они немножко воспряли духом и отвечают этим сепаратистам, это еще раз говорит о том, что вообще в этой части надо работать усиленно и работать так, чтобы это все пошло во благо обороноспособности страны. То есть это Кисавер лучше? Обеев лучше? Нет, я бы не сказал, что лучше. Вы понимаете, если я сейчас скажу, что кто из них лучше, нас могут обвинять в том, что и так нас обвиняют, что то, что мы критикуем нового министра обороны, человек, который вообще ни дня не был в боевых условиях, сегодня он руководит вооруженными силами. То, что его начальник генерального штаба более 20 лет, этот человек вообще не научился даже говорить на государственном языке, на азербайджанском языке. То, что его помощник, полковник Илхан Меджидов творит беззаконие, то, что он за определенные заинтересованные, так скажем, нюансы назначает кадры на руководящие должности, это тоже недопустимо. Я думаю, что к этим вопросам тоже, наверное, соответствующие структуры обратят внимание. Почему? Потому что это все-таки обороноспособность и защита страны. А в этих вопросах мелочей не должно быть. В последнее время говорят о некой угрозе со стороны России в отношении Азербайджана. Вы согласны с подобными мнениями? На ваш взгляд, существуют ли такие угрозы сегодня острые? Вы понимаете, эта угроза всегда существовала, учитывая то, что более 20 лет Россия удерживает наши территории с помощью Армении под оккупацией. Эта угроза всегда была. И то, что на Южном Кавказе у России свои интересы, недавно об этом в прямом эфире заявил и президент России Владимир Путин. Он сказал, что Россия никогда не уйдет из Южного Кавказа. Для них Грузия это потерянный вариант. Почему-то же Грузия все-таки собирается вступить в НАТО. У них единственная надежда на 102 базу, которая находится в Гюмрии в Армении. И у них с Арменией договор, если не ошибаюсь, на 99, если не ошибаюсь. То есть между сторонами, между Россией и Арменией существует договор о военной взаимопомощи. И то, что Россия угрожает Азербайджану, иногда делая какие-то провокации на линии фронта, об этом мы тоже знаем. И это не секрет, что это для того, чтобы запугнуть азербайджанское руководство или азербайджанских граждан, что они могут начать какие-то боевые действия. Но я считаю, что то, что они допустили по отношению к Украине, это мое сугубо личное мнение. Я, конечно, немножко кошумственно звучит. Я немножко рад в том плане, что наконец-то в мире осознали сущность российского руководства, которое якобы занимается миротворческой деятельностью, одновременно и оккупирует чужую территорию. То есть по отношению к Украине они еще раз доказали, что иногда Россия себе позволяет многое. Я понимаю, что Россия, Российская Федерация, это ядерное государство, но это не говорит о том, что можно так спокойно захватывать чужие территории. Та угроза, о которой сейчас пишется и говорится в Азербайджане, это всегда была, есть и будет. Пока Россия не осознает, что мы все-таки с ними соседи, и нам отсюда никуда не уйти, или России тоже куда-то не уйти. Россия является для нас северным соседем, с которым у Азербайджана прекрасные отношения. И в экономическом плане, и в культурном. Хотелось бы, чтобы и в военной области тоже между сторонами были дружеские отношения. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!